В 28-й школе станицы Анастасиевской открыта мемориальная доска памяти ее выпускника Никиты Шевцова, погибшего в ходе проведения специальной военной операции. На торжественном мероприятии присутствовали родные герои, его сослуживцы, представители администрации, школьники. В одной известной песне поется «У отчизны героев не счесть, время выбрало нас». Да, сегодня время выбора. И выпускник 28-й школы Никита Шевцов его сделал. Он встал на защиту своей страны, когда это потребовалось, и, не сомневаясь, отдал свою жизнь ради нее, ради каждого из нас. Шевцов Никита Николаевич, кавалер Ордена Мужества, гвардии сержант. Никита родился 2 сентября 1994 года в станице Анастасиевской. Учился в нашей школе. С первых дней начала специальной военной операции на Украине в составе своего подразделения героически выполнял боевые задачи по захвату и удержание аэродрома «Антонов» в Гастомеле. Являясь одним из двухсот спартанцев русского спецназа, противостоял преобладающим силам противника и блестяще реализовал план командования, за что 25 июля 2022 года удостоен Ордена Мужества. На открытие мемориальной доски памяти Никиты Шевцова в 28-й школу пришли родные, друзья и его сослуживцы. Каждый, кто выступал, отмечал его жизнерадостность, активность и большую любовь к своей стране и родной станице. Как рассказала мама героя Анжелика Брижань, Никита с детства хотел стать военным, и его мечта сбылась. Он, как настоящий русский солдат, до конца выполнил свой воинский долг. «Мам, ты всегда будешь мной гордиться, я тебе обещаю, ты будешь мной гордиться, как ты когда-то учила меня. Я действительно их учила, говорила, дети, вы идете по станице, и вам не стыдно поднять голову, потому что вам за свою мать никогда не будет стыдно, вам не нужно будет опускать глаза в землю. Вот так и я должна жить с расправленными плечами, я должна жить и гордиться, что ваши поступки должны быть только достойными». Он мне всегда говорил, мам, ты будешь мной гордиться. Открытие мемориальной доски памяти Никиты Шевцова – это дань уважения и признания его героического служения Родине. Горечь утраты настоящего сына своей отчизны может смягчить только память о нем и понимание, что его жертва была не напрасна. Память Никиты и всех солдат, погибших при исполнении своего воинского долга, почтили минутой молчания. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».